Цена голодовки 100 метров. Именно столько разделяют опасный перекресток и безопасный наземный переход. Схема стандартная. Есть десяток недовольных. К ним подключаются заинтересованные в расшатывании стабильной обстановки политические течения, как результат несанкционированный митинг. Главные действующие лица все те же. Торговцы с сувенирами и летние атрибутики, чьи магазины, по их мнению, просто выпадают из покупательского потока, если направить туристов по безопасному переходу. Причем сами они даже не уверены, что для них так важно сохранить эту зебру. Вот одна из инициаторов очередного митинга. Елена Никитина, заговорившись, сама утверждает, что не такая уж и принципиальная разница в этих 100 метрах. Я живу на улице Колораж. Я езжу на машине. Мне пешеходный переход особо. Но летом я тоже по нему хожу. Потому что пробки везде, машину выгонять не хочется. И получается, что на рынок сходить. Мне проще пройти пешком. Однако такой сценарий явно не устраивает представителей коммунистической партии. Митинг собрался вроде не по политическим соображениям, но они не стесняются использовать любую возможность поднять волну народного гнева. Биологическое оружие, как всегда, выбрано безошибочно пенсионеры. Нисколько не стыдясь, представители Красной партии уже в который раз выводят на улицу одиноких старушек. Причем сами прекрасно осознают, что по закону любой несанкционированный митинг придется урегулировать сотрудникам полиции. А после инициаторам будет грозить ответственность вплоть до уголовной. Но ведь коммунисты в роли исключительно подстрекателей. А значит, ответственность за все действия придется все тем же старушкам. Зато какая возможность предстать перед обществом жертвы режима. Правда, для этого надо сильно постараться в проявлении своей агрессии. Вот как раз так и поступил на этом митинге представитель коммунистической партии Алексей Горячкин. То, что ситуация с перекрестком Лазарева-Колораж стала темой спекуляции, всем давно известно. Протест десятка владельцев окрестных мини-гостиниц идет явно вразрез с интересами большинства. Причем не только проживающих в Лазаревском людей, но и сотен тысяч отдыхающих, приезжающих сюда круглый год. Для водителей вопрос закрыть или не закрыть даже не стоит. К примеру, только за летний сезон прошлого года именно здесь произошло порядка 30 ДТП. Поэтому для обеспечения безопасности как пешеходов, так и автомобилистов будет предпринят целый комплекс мер. Пешеходный переход на перекрестке Лазарева-Колораж будет закрыт. Вместо него людям предлагают воспользоваться наземным, он в 100 метрах. И большинство прекрасно осознает всю необходимость транспортных перемен. Нет, все очень легко и просто. Честно говоря, по-наземному не очень удобно. Но я сам водитель, я за то, что там не будет пешеходного перехода. Легче просто ходить, ездить легче. Окончательно разгрузить транспортный узел и запустить новую схему движения планируют через несколько месяцев, когда на полную мощность запустят лифт на земном переходе. Изменения коснутся и следующего перекрестка Победы-Колораж. Он будет оборудован светофорами и станет регулируемым. Будут перенаправлены и потоки машин, которые выезжают в Лазаревское с федеральной трассы и въезжают из поселка. Поедут автомобили по улице Единства и Тормахова. Там уже начались подготовительные работы. Это будет очередной пример частного государственного партнерства. Часть средств профинансирует городская казна, а часть – социально активные предприниматели. Уже определена смета. К сезону проект будет реализован и асфальтовое полотно будет уложено. Дальше модернизация коснется улицы Победы. Движение по ней сделают двусторонним. Уже сейчас проходит этап согласования. На реализацию всей схемы потребуется несколько месяцев. Таким образом, будет обеспечена безопасность пешеходов и комфорт водителей. Правда, нет уверенности, что забота власти о людях не станет для кого-то очередным поводом для самопиара перед предстоящими выборами. Елена Всецина, телекомпания ФКТ.